И так, в силу того, что мы здесь очень сильно заняты, объявляется новый челлендж. Значит, тряпочка, такое специальное спортивное полотенце сворачивается, и задача попасть прямо вот сюда, в эту дырку. Никита, покажи, как она должна войти. Да. То есть в идеале должно получиться так. Но при этом тряпка должна совершить некий полет с определенным количеством вращений. Слушайте, а там садишка не полный, слушай. Нет, нет. Это вам не какой-то там боттерфлип челлендж, да? Это не челлендж с бутылкой, это... это прям мега месиво. Блин, не хочешь, я твою колбаску кину? Нет, да. Я просто с вами кинулся. Блин, вот это правильно, это должна быть именно такая траектория через верх. Этот челлендж оказался несколько сложнее. Сколько бабайчик лет там? Это какой-то нереальный челлендж оказался. Так, ладно, потом попробуем еще. Так, что, клоуны? Я предлагаю сделать такую штуку. Значит, еще по 50 попыток... Грамм, ты хочешь накинуть? Нет, в смысле 50 попыток накидывания спортивных полотенец в виде трубочки, чтобы попасть в дырочку. И если челлендж не удается, то признаем это невозможным. А прямо вот отсюда. Ой, точность, точность! Хорошо вошла, а зато вон! Да было близко. Ну, засчитаем, засчитаем мы. Давайте, засчитаем. Засчитаем. Блин, опять на блокноре посмотрим, но мне кажется, это была самая лучшая попытка. Ну, конечно. Хочется домой. Да, и хочется есть, потому что я сегодня только позавтракал, а уже 5 вечера. И, блин, даже если идет процесс похудения, то питаться все равно нужно правильно. Иначе, я сейчас приду домой, что я буду голодать, конечно, я сейчас наемся еще какой-нибудь полбасы, не знаю. Ну ладно. Ничего я не буду есть, но все равно так вредно. Женская армия. Замечательный вид спорта. Учат правильно поднимать ноги над головой. Синхронно, кстати. Я не знаю, что это должно быть подниматься. Это только кручение. Это так, как кручение. Нормально? Бывалый капитан. Пока это, на самом деле, душевная. Чтобы она целиком зашла, мне кажется, с низкой высоты. Паша использует старый дедовский метод. Контроль до последнего. Ну а как? Где полет фантазии? Все, хорошо. Мы не остаемся здесь на всю ночь. Ура! Челлендж выполнен. День прошел не зря. Так, ну, собственно, дорогие друзья, вы можете предлагать свои варианты челленджа. И вы видите, у нас здесь очень много различных аттракционов, так сказать, компонентов этого изысканного шоу. И мы будем рады порадовать глаз еще чем-нибудь. Да? Однозначно. Ты доволен? Пока да. Но очень долго ждать. Утомляет сильно. Да, в общем, мы пока в таком томлении, значит, наблюдаем. А что у нас пингвины пошли? Я пингвин. Так, ладно, пойдем чуть-чуть пингвинятины, чуть-чуть попрыгаем. Ну, я вас с собой тогда забираю, ребят. Пойдем посмотрим, что из тебя представляет трюк с пингвинами. В принципе, ничего особенного. То есть там нам нужно буквально поспрыгивать с разных высот. Сейчас не обязательно делать какие-то сложные или там изысканные прыжки. Просто вовремя встать и что-то там сделать. Да? Да. Да. Оксана, ты готова к пингвинам? Она не готова. Она не готова к пингвинам. Сейчас всех пингвинов замучим. Так, посмотрим. Вот у нас здесь есть расписание. О, блин, есть десятки. Черт, опять десятки. Ну ладно, ребят, пойдем тогда на десятку. О, Никита. Никита у нас самый модный парень. Леопардовые плавки, это выбор, прежде всего, чемпионов и Александра Васильева из передачи «Модный переговор». Ну, он как бы мне советовал. Да, вместе с Евелиной. Он говорит, что тренд в этом сезоне для баттоней. Да. Ну, а как же не прислушаться к такому демиургу стиля, черт подери? Российский стиль должен победить. Как и все. Также ассистировал Рисуав Зайцев. Да, да, да. И как совет, я не понимаю, как его зовут. Евелина Хромченко. Да, и керек так много. Да, ну, в общем, как бы советчиков очень много. Приходится как бы следовать стилю. Тут, ладно, кстати, на десятке есть еще велосипед. Вообще реквизита достаточно много. И с велосипедом будет секретный трюк. Но о нем чуть позже. Ладно, сейчас я вас, ребята, запаковываю сейчас в чехольчик. Прыгну. 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 Прыгну.